привет друзья сегодня поеду опять с прогулки и вот сегодня хочу вам показать немножко опять дорог по нашему острову айла вайт а также вам сегодня хочу рассказать еще такую вещь которая здесь очень распространена и популярна это завещание вот не знаю я уже давно не живу в россии порядка 10 лет поэтому может быть я уже отстала от жизни может быть сейчас уже составлять завещание юридически оформленные уже и в россии может быть это сейчас принято вот я хочу рассказать как это здесь происходит ну во первых здесь в общем такая интересная вещь друзья которая меня общем удивила когда я приехала сюда только для меня все было удивительно и в том числе вот эта история что не успела я только как бы здесь обосноваться немножко и как только я получила страховку здесь национальный страховочный номер так называемый то есть меня поставили везде на учет я появилась в их каких-то базах данных на вот то мне сразу пришло письмо как здесь говорят письмо счастья вот у нас называют письма несчастья это письма из по моему раньше было из пенсионного фонда а здесь вот письмо счастья это такое интересное письмо которое вам начинают присылать вот как мне сказали чтобы я не удивлялась потому что мне было 55 лет когда мне пришло это письмо на мне сказали что они начинают эти письма рассылать буквально когда человеку исполняется 40 и ему начинают посылать эти письма но раньше как-то наверное все таки же не принято а вот чем старше человек тем ему больше приходит таких письм что за письмо письмо приходит из любой нотариальной конторы значит вот они пишут что вы достигли такого возраста когда мало ли что может случиться и поэтому мы вам предлагаем вот нашу компанию которая может прекрасно разрулить вашу любую ситуацию которая может вам помочь в составлении завещания а как вы понимаете что завещание должен каждый составлять потому что все мы под богом ходим как говорится вот ну и вот я получила такое письмо когда меня попросили составить завещание предложили мне помочь мне было неприятно даже честно говоря вот это вот вроде как-то не каждый не все собираются умирать буквально завтра но тем не менее вот такая вот история значит у них здесь это считается в порядке вещей каждый практически человек ну наверное 90 процентов тех которые имеют хоть какую-то недвижимость хоть какие-то деньги они все имеют завещание у них это уже настолько принято что они не этому даже и не удивляются но завещание они составляют естественно вот юридических конторах каждый выбирает контору которая ему больше нравится с ней связывается приходит и при помощи юристом там специальная у них уже как вы понимаете все эти бланки существуют значит вот человек их заполняет он первое значит три пункта которые там завещание сразу озвучено это пишут чтобы вы хотели как бы вы хотели распорядиться своим телом во первых после вашей смерти вы хотели чтобы вас кремировали или вы хотите там еще что-то такое в общем все вот это значит завещание прописывается дальше пишется вы обозначаете того кого бы вы хотели видеть исполнителем вашего завещания вот называется как-то я к сожалению не помню вот ну и потом вы перечисляете все что у вас имеется и все что вы хотите все люди бенефициар вы их также перечисляете значит которые хотели бы вот видели справа стояла в ярком слева то есть ярком таком одеянии женщина с плакатиком стоп вы наверное знаете что это такое это вот когда заканчивается уроки школы как сейчас то вот такие вот выходят работать люди и они помогают школьникам переходить дорогу то есть вот если видят что стайка школьников подходит им нужно дорогу перейти они выходят с этим знаком перегораживают дорогу в любом месте не обязательно в том месте где переход переход но это я просто увидела вот вам объясняю не знаю может у нас тоже такие есть но здесь это постоянно во время того как с двух до четырех когда дети идут со школы вот такие вот выходят люди специальные они работают от муниципалитета они деньги за это получают зарплату и вот они рулят вот этим вот процессом чтобы школьники безопасно переходили дорогу но это отвлечение а я рассказываю вам дальше друзья что по завещанию значит вот все это описывается в завещании вот такое вот завещание когда его составляют значит оно составляется в двух экземплярах один экземпляр отдают человеку который составил это завещание а другой экземпляр остается в той юридической фирме и он сохраняется потому что вот мало ли что если вдруг человек умирает и завещание найти не могут или бывает даже такое что кто-то из родственников недоволен может быть слышал что вот завещание будет составлено не в его пользу могут завещание уничтожить которое существует существовала на руках у человека но тем не менее вот значит и есть еще другая вторая второй экземпляр который хранится в юридической конторе с которым ничего не происходит и которому значит вот сразу дают действия в течение шести месяцев ожидают когда кто будет претендовать на завещание есть ли еще какие-то бенефициары то есть претенденты на те суммы на те деньги которые у человека есть ну чем больше денег как вы понимаете тем больше значит вот ажиотаж среди родственников возможно видели очень часто тоже бывает фильмы показывают как там английские фильмы когда там делят завещание каких-то богатых лордов съезжается вся семья которая даже может быть уже забыли ход к этому старому лорду но тем не менее когда он умер вот их всех вызывают и вот юрист обычно семейный юрист если это огромные какие-то деньги ну или просто юрист как я сказала в таком случае в обычном он зачитывает это завещание и вот потом тот который должен это завещание исполнять ему отдаются все значит вот бразды правления он собирает какие-то деньги все это собирает вместе там какая-то недвижимость или что решает что с этим делать если не написано в завещании и потом вот все это вместе собирается ждут 6 месяцев как я уже сказала в течение 6 месяцев если никто не заявил о своих правах на наследство больше то значит остаются те которые уже на момент после 6 месяцев существуют вот и происходит вот это вот разделение имущества по завещанию значит что происходит если да я не сказала завещание стоит вот это оформление юридическое завещание стоит от 300 до 450 фунтов это в общем такая цена которая все всегда здесь ну в общем вы можете конечно найти дешевле вот сейчас появилось очень много фирм по юридических фирм онлайн вот которые зазывают клиентов которые работают на дому естественно что у них дешевле там себестоимость их услуг и они предлагают вам составить завещание буквально за 50 за 60 фунтов ну то есть вот в 5 раз дешевле но насколько я знаю как-то люди вот не очень склонные я имею ввиду англичан они как-то не очень склонны вот обращаться именно вот таким они обращаются уже к фирмам которые рядом с ними которые существующие они предпочитают заплатить больше но быть уверенными что их не кинут и что все будет сделано по закону для них это конечно самое главное вот значит что происходит если у человека нет завещания если у человека нет завещания то получается что значит вот его все имущество оно переходит жене 50 процентов если есть дети то 50 процентов жене 50 процентов оставшимся детям все вместе то есть жена получает в общем как бы максимальное количество и претендует может претендовать на максимум вот значит вот такие вот такие вот вещи дальше если вдруг человек передумал ну вот составил завещание потом ему не понравилось он решил завещание переписать пожалуйста вы можете переписывать завещание каждые 3 года вот как юридически но опять же вот раньше переписывать завещание как я вот знаю вы конечно можете но у вас должна быть какая-то веская причина то есть либо вот вы забыли кого-то включить либо у вас там не знаю родился какой-то внук которого вы тоже хотели включить завещание либо наоборот кто-то умер ну то есть вот такие вот вещи это может значит вот вас подвигнуть на то что вы напишите завещание раньше и это тоже возможно но тут опять же вы платите точно такую же сумму даже по-моему уже больше и если до этого вы заплатили 350 то при втором обращении вы можете уже заплатить 400 и выше пожалуйста можете переписывать завещание когда вам вздумается но вы должны опять эту же сумму выкладывать как если бы вы писали это завещание вот впервые вот ну в общем вот как они считают что они этим обезопасивают и себя и свою семью и что не будет никаких склок при разделе вот имущества что будет все это ну и потом вот именно по воле человека вот знаете бывает даже такое что какой-то старик очень вредный или старуха и вот они запугивают своих своих домочадцев своих родственников что они не включат в завещание и тогда вот ты у меня попляшешь и очень часто такое бывает что на самом деле люди боятся они стараются угодить этому человеку он их так скажем держит в общем постоянно в страхе и ему это очень даже на руку потому что может быть так бы его забыли как вот допустим бывает у нас знаете если человек ну у нас я не знаю по-моему так вообще с завещаниями какие-то проблемы ну не знаю может быть сейчас по-другому опять же скажите мне если кто-то знает вот но у нас же как было что как бы к человеку не относились когда он старый там на него будут плевать и ноги об него вытирать и не знаю даже бывает что и побои что дети бьют своих родителей а потом родители умирают и они все при спокойно значит вот себе забирают так как они являются единственными наследниками а тут такого ничего не бывало вот может быть даже и хорошо как я говорю что человек ну если он манипулирует конечно и злоупотребляет вот так вот тем что он имеет деньги он всех запугивает что он не даст деньги что он исключит из завещания и люди его молча ненавидят но пытаются как говорится изображать любовь ну вполне может быть но только опять же мне кажется что здесь есть какая-то доля и хорошего знаете так ну вот я приехала уже практически хотела выйти еще вам продолжить но вы знаете у нас сегодня такой ветер просто невозможный поэтому я просто закончу то что не досказала вам и наверное на этом все то что по поводу вот незыблемости завещания можете ли вы оспорить завещание или кто-то там допустим недовольный из бенециаров можно ли оспорить завещание да вы знаете завещание оспорить можно и это опять наверное связано с тем что очень много здесь юридических контор развелось очень много адвокатов и в общем все хотят зарабатывать деньги все хотят значит вот жить хорошо поэтому уже теперь значит вот раньше говорили что завещание это такой незыблемый документ который в общем оспорить и перебить никто не сможет очень трудно и вообще последняя воля покойного она считается священной незыблемой а сейчас нет сейчас если кто-то появился кто недоволен допустим ему какой-то выделенной частью от наследства он может оспорить через суд завещание это опять юрист это опять привлекается и очень большие судебные сдержки очень большие деньги платятся юристам не факт что это будет выигрышное дело или не выигрышное это никто вам не скажет но вот это это можно попробовать оспорить завещание через суд но там такие головные боли говорят и такие там заморочки и такие огромные деньги вы должны заплатить и не дай бог если вы проиграете и не сможете это завещание перебить и доказать что вы на что-то большее претендовали то вы все равно платите юристу который на вас адвокату который на вас потратил время огромные суммы вы платите суду судебные сдержки которые будут возложены на вас полностью все даже если вы ну как сказать что если вы проиграли то это точно стопроцентно судебные сдержки будут на вас то есть вот такая история которая многих пугает и не все соглашаются даже если они не рады не согласны с завещанием не все соглашаются его оспаривать вот в частности значит есть такие случаи я это не про завещание не говорю я вам а вообще говорю случаи вот судебных тяжб когда даже у нас такие денежные мешки как вот тот же допустим Березовский вы знаете когда он проиграл Абрамовичу то там такие миллиардные судебные сдержки он понес он должен был их все выплатить что он в общем то оказался банкротом поэтому здесь шутки плохи с юридической этой всей системой с ними никто связываться не хочет ну а это в общем то все что я вам хотела друзья рассказать на этом пока увидимся всего вам доброго пишите не забывайте смотреть рекламу ставить лайки пока пока